Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире Цены Западной Армении. Витя Альбазян. Вопросы армян Западной Армении. Призываем Баку обеспечить беспрепятственные передвижения по Берцорской дороге Евросоюз. Акция протеста в Барцахе. Ситуация в Барцахе критическая. Омбудсмен Арцаха. Мы поколение независимости. Мы не намерены покинуть Арцах. Армен Мангасарян. Озеро Кишиш, построенное урарским царем Русса II, находится на грани выскания. Матандаран должен сохранить статус научно-исследовательского института. Сыны Западной Армении Витя Альбазян. Один из первых участников национальной освободительной борьбы, депутат Верховного Совета Республики Армения, национальный герой Республики Армения Витя Альбазян. Родился 31 декабря 1955 года в селе Спандарян Артыкского района Ширакской области Республики Армения. В 1977 году окончил отделение механики, механик математического факультета Ереванского государственного университета. С 1977 по 1979 год старший экономист Амстройбанка. С 1979 по 1981 год служил в Советской армии. С 1981 по 1983 год работал на заводе «Сириус Абовяна». С 1983 по 1988 год инженер-проектировщик, инженер-технолог специального конструкторского бюро Ереванского электролампового завода. С 1983 года заочно учился в Ереванском политехническом институте. В 1988 году работал в производственном объединении «Лазурь», где создал комитет «Карабах», которым руководил лично. Свою дачу превратил в штаб-квартиру, подполье, в которой хранились запрещенная литература, листовки, оружие. Задержан 12 января 1989 года. Около месяца находился в тюрьме на Борошена. На первом съезде армянского общенационального движения избран членом правления, ответственным по хозяйственной части. Один из первых членов штаба отрядов в Евкропа Армении. Один из ответственных за обеспечение добровольцев одеждой, продовольствием, оружием и боеприпасами. В 1990 году избран депутатом Верховного совета Армении. Погиб 29 августа 1990 года в Ереване. Звание национального героя Армении присвоено посмертно 20 сентября 1996 года. Награжден Орденом Отечества. Вопросы армян в Западной Армении. Наши климатические условия способствуют хорошему росту абрикоса. Неудивительно, что на латыни плод абрикоса называется армянская слива. Абрикос – старейший и самый сладкий фрукт армянской земли. Весной 1969 года до н.э. вторвшиеся в Армению римляне с восхищением в Кушале необычные вкусные плоды уникального дерева. По поручению Александра Македонского, далее римского военачальника Лукула, солдаты привезли саженцы абрикоса из Армении в свои страны, считав дерево уникальным, где его плоды получили название армянский фрукт. В Европе 2000 лет назад не имели понятия об абрикосе. Тираниньи абрикосовое дерево проникло в европейские страны в виде саженцев, привезенных с армянского плату в Грецию и Рим. Выращивание абрикосовой культуры в Армении имеет древнюю историю. Во время раскопов в Гарни под руководством армянского натуралиста Бабкена Аракеляна были обнаружены абрикосовые косточки возрастом более 6 тысяч лет. Ассирийские, греческие, армянские клинописные записи, труды армянских летописцев свидетельствуют о том, что начиная с неолита на протяжении тысячелетия в Арадской долине исторических Арагацотских, Сунисских, Вайотзорских и других провинциях большая часть плодовых деревьев были абрикосовые, тирануты. Сегодня на южных слоунах горы Арагац в ищели реки Амберт по сей день сохранились пропредки армянских абрикосовых деревьев, их дикая разновидность. С 1970 по 1986 год ботаники прибегли к следующему эксперименту. Обыкновенный армянский абрикос скрещивали с среднеазиатскими и европейскими дикими разновидностями. В результате проведенных экспериментов наиболее высокие характеристики проявили армянские абрикосовые деревья, что свидетельствует, что они возникли в более давние времена и пришли в более длительный путь развития. Проанализировав и оценив данные археологической и исторической литературы, результаты экспериментов по абрикосовым деревьям, многие ботаники пришли к выводу, что Армения является одним из древнейших очагов абрикосовых деревьев или их родиной. Заявление спикера в поддержку деятельности Международного комитета Красного Креста на Южном Кавказе. Европейский союз решительно поддерживает деятельность Международного комитета Красного Креста как гуманитарную организацию, работающую на Южном Кавказе. Они представляют жизненно важную гуманитарную помощь и защиту нуждающимся в соответствии с гуманитарными принципами нейтралитета, независимости и беспристрастности. Их работа вдоль Бердзорской дороги была сосредоточена исключительно на обеспечении предметов первой необходимости и гуманитарной помощи армянскому населению Арцаха. Власти Баку обязаны обеспечить продолжение деятельности Международного комитета Красного Креста и предотвратить возможный гуманитарный кризис. Евросоюз решительно поддерживает решающую роль Международного комитета Красного Креста в регионе и, повторяя свой призыв к Баку, обеспечить неограниченное передвижение людей и товаров по Бердзорской дороге. Штаб национального движения по разблокировке дороги провел акцию протеста в Арцахе. Если мы не выйдем с протестом сегодня, потом не жалуйтесь, завтра будет уже поздно. Тот, кто говорит «я на работе», завтра останется без работы. Решается наша судьба. Защитник прав человека Арцаха Геам Степанян бьет тревогу. Ситуация в Арцахе критическая. Намеренный и тотальный запрет на перевозку продуктов питания и товаров первой необходимости с 15 июня угрожает жизни 120 тысяч жителей Арцаха. Со вчерашнего дня Баку также заблокировал двустороннюю перевозку пациентов и лекарств Международным комитетом Красного Креста. Миротворцы перевозят грузы для собственного содержания с помощью вертолетов, в то время как все население Арцаха находится под угрозой голода, а международные субъекты не притремают никаких шагов, кроме заявлений. Международное сообщество ждет, когда погибнут тысячи людей, чтобы затем лицемерно выразить свое сожаление. Я требую от Международного комитета Красного Креста зажить красную кнопку предупреждения об опасности геноцида. Вы можете это сделать. Мой народ предан всеобщим преступным безразличием. Повторяю, ситуация в Арцахе критическая, заявил защитник прав человека. В условиях блокады в осаде в Степанакерте стартовала инициатива «Мы – наши горы». Руководитель программы Армен Магасарян в беседе с Альфа-Ньюс рассказал о планах инициативы, отметив, что как в столице Степанакер, так и в районах все придерживаются одного мнения. Борьба арцахцев не имеет альтернативы. По словам Магасаряна, никто даже не намерен покидать Арцах. В Арцахе – поколение независимости. «Мы родились в независимой, свободной, сильной стране, соответственно, сделаем все возможное, чтобы изменить ситуацию. Если мы откажемся от Арцаха, следующим будет Армения и Сюник, потому что враг ненасытный. Аппетит приходит во время еды. В настоящее время в стране насчитывается около 30 тысяч детей и 20 тысяч пенсионеров. В основном подчеркивают 120 тысяч жителей, но я хотел бы не отделять вынужденных переселенцев из Арцаха 2020 года, которые лишились возможности вернуться в свои дома из-за закрытия Бердзора. Блокада повлияла на 120 тысяч жителей Арцаха. Также около 20 тысяч вынужденных переселенцев не могут вернуться на родину». Основная часть озера Кишиш, созданного урарским царем Русса II, находящаяся на высоте 2545 метров одного из старейших в мире искусственных прудов, в последние годы высохла из-за жаркой погоды и засухи. Озеро Кишиш находится в 30 километрах от Вана, в долине между горами Кух, Козан и Эрек, пределах границ провинции Гурпенар. Озеро площадью в 4 квадратных километра и его окрестностей – одно из незаменимых мест горного туризма. Временно исполняющий обязанности директора Матана Дарана Карен Матавосян, представивший заявку на должность директора, придает важное значение вопросам сохранения рукописей, реставрации, оцифровки научных исследований. По его убеждению, Матана Даран должен сохранить статус и сущность научно-исследовательского института. В беседе с корреспондентом «Армия пресс» Карен Матавосян отметил, в представленном им программе коснулся основных направлений деятельности Матана Дарана, которые касаются вопроса безопасности, научных исследований, научно-популярных изданий, циклов Матана Дарана, которые в скором будут представлены в Майр Цуцак-Дзероградс и Матанагирк-Айотс. Также ответив, важность публикации летописей и рукописей XVI века, напоминаю, что Матан Даран предоставляет материалы исследователям различных сфер, историкам и лингвистам, а первоисточников, относящихся к нашей истории XVI века, не так уж и много. Исторических сведений об этой эпохе мы не имеем. Следовательно, летописи являются чрезвычайно важными источниками для истории, и данное издание очень важно. В издании Матанагирк-Айотс будут опубликованы работы летописцев XII века Матэвосо Ур Халецу, Санвела Анеци и Махетара Анеци. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение Ашуга Саятнува «Тама Машхар Патутэйка» в исполнении ансамбля «Гагика Мурадяна». «Тама Машхар Патутэйка» Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok